Петр Чиканцев родился в Сибири, окончил Красноярское художественное училище, затем армия, а уж потом знаменитый Суриковский институт. Учился у выдающегося мастера Евгения Кибрика. Выставка на Крутицком не то чтобы подведение итогов приближающегося 70-летия художника, но некое отточие, промежуточный результат, неполное обобщение. Сибиряк, отсюда все. Суровость, прямота, открытость, но и наивность, непосредственность восприятия. И мог ли художник с такими корнями и таким профессиональным воспитанием обладать поверхностным взглядом, плюс вдумчивость и поиск новых путей в творчестве. Все это сформировало художника, обладающего даром и не боящегося этого, создавать образы фантастические, но в обязательной связи с реальностью. Все, что видит зритель, все – повседневная жизнь. Вся эта экспрессия, связанная с заморскими чудовинными путешествиями. Или живописное высказывание по поводу разрушенных храмов и тихих русских деревень. Уникальное сочетание суровости и эмоциональности художник выражает цветом. И им он рассказывает о своей жизни, о любви, о природе, деревне, многочисленных городах и краях, о тоске по умершей своей собаке. Его лицо, очень, так сказать, можно заметить, где бы он ни показывал. Вот в этом его сила этого нашего художника. Красный цвет, как у него работает. Символ красного цвета в этих темах. Серебристого тема, так сказать, берет. Берет этот самый, именно колористический. Поэтому, вот он сейчас говорит, он качал, там графический, но он цветом решает. При внешней вот этой экспрессивности, вот, душа просто требует, знаете, вот через цвет выхода, так сказать, на плоскость, да, он все равно в его творчестве хранится самое главное. Это вот это гуманистическое начало, человеческое, вот внутренне чувственное начало, что было характерно вообще для русской культуры. То, что сегодня вы показываете, как я уже сказал, своим сотоварищам, то это, естественно, в первую очередь отмечается как крупного мастера живописи, как крупного колористического художника. Он сохранил прекрасный, художественный взгляд на окружающую деятельность. И они у него реалистичны. Они у них с формальными, можно сказать, поисками цвета, там где-то формами. Но они реалистичны. У него везде присутствует образ, образ того мира, в котором он живет. А в этом мире мы все живем. Так что я его поздравляю с прекрасными работами. Живописи и педагогику совмещать тяжело. Но Петр Афанасьевич много лет преподает в Московском педагогическом университете, воспитывая будущих художников, педагогов, изобразительного искусства и дизайнеров. И здесь он настоящий хранитель традиций кибрика, художник и педагог. Он ценитель и носитель творческой свободы. Никогда не отнимает ее у своих студентов. Педагог очень хороший. Убеждает студентов не бояться делать, творить. Что, кстати, очень видно в его работах. Живость, неиздержанность, эмоциональность. За это собственные цены Чеканцева коллеги. А поддержать его в день открытия персональной выставки приехали друзья из Одинцова. Весь цветовой настрой самой работы у него очень насыщенный и густой. Он применяет смело цвета, даже есть открытые цвета. Делает большие контрасты, что не оставляет нас равнодушными. Для меня он в первую очередь товарищ и друг. Товарищ и друг по пленэрам, по поездкам. Я знаю, что на него можно положиться в любую минуту. И он обязательно открытится и обязательно поддержит. А творчество, ну, конечно, он неординарный художник. Он особенный художник, очень важный художник. Сам Петр Чеканцев подчеркивает, что данная выставка – лишь часть его творчества и жизни обычного человека – художника. Для меня это какой-то вот срез. Срез того, что я мыслю на данный момент. А я мыслю вот так, декоративно, экспрессивно, вот так, забойно, если можно так сказать. Ну, вот так. Выставка продлится до 27 февраля. Адрес Крутицкий вал, дом 3, вход бесплатный. А у художника впереди интересный выставочный период. Следим. Ольга Винтер для телекомпании Одинцова.